Человека, который разработал систему оценки сохранности монет, звали Уильям Шелдон. Справедливости ради стоит добавить, что Уильям Шелдон был американским психологом, доктором медицинских наук, страстью которого была нумизматика. Он также был автором теории темперамента. В своих работах он связывал темперамент человека, его психологические особенности со строением тела. И первая его работа в области психологии была написана в 1940 году. Уильям Шелдон родился 19 ноября 1898 года в маленьком городке Йорвик в штате Рот-Айланд. Его отец был животноводом, охотником, а мать деревенской акушеркой. Отец Уильяма часто брал его с собой на охоту, поэтому с детства Уильям был хорошим охотником. Уильям был типичным американским мальчиком, который вырос среди болот и лесов. Уже после Первой мировой войны он часто ездил по западной части США и в те же годы он впервые обнаружил, что между телосложением тела и темпераментом человека может быть взаимосвязь. Однако у Шелдона была одна вещь, которая его очаровывала и не оставляла равнодушным. Это была старая коробка из-под сигар, полная старинных медных американских центов. Маленький Уильям вспоминает. Мой отец хранил эту коробку с монетами в запертом сундуке моего деда и по вечерам, когда у отца было особое настроение, он зажигал лампу на кухне и на красную кухонную скатерть выкладывал 4 или 5 альбомов с монетами, а также коробку из-под сигар с американскими центами и подолгу рассматривал их в лупу. Уже будучи взрослым, когда Шелдон увлекался нумизматикой, он понимал, что инфляция съедала базовую стоимость монеты, а значит со временем цена на нее росла. В конце 19 века авторы монетных каталогов различали 2 или 3 степени сохранности. В дальнейшем специалисты в этой области постепенно увеличили число степеней сохранности монет. В частности, Американская нумизматическая ассоциация внесла огромный вклад в дело научной оценки состояния монет. И к середине 20 века американские нумизматы уже различали 6 степеней сохранности монет. В 1949 году в своей книге, посвященную ранним американским центам, Шелдон предложил 70-бальную шкалу оценки состояния монет с целью определения их коллекционной стоимости. Надо сказать, что его шкала не сразу была принята нумизматами. По системе Шелдона, то есть нижняя граница монеты по шкале в 1 балл соответствует полностью истертая монета и обычно не подлежит определению. И соответственно верхняя граница шкалы Шелдона монете в 70 баллов соответствует абсолютно безупречная монета с четким рельефом, не попавшая в обращение. Однако многие из нас задаются вопросом, почему Уильям Шелдон взял за основу именно 70-бальную шкалу. Все дело в том, что когда Уильям описывал свою конституционную теорию темперамента, в которой он разделял мужчин и женщин на 3 группы по телосложению и еще на 3 группы по темпераменту, Шелдон разработал тогда рейтинговую систему оценки компонентов телосложений, которая имела 7-бальную шкалу. Именно опираясь на эту рейтинговую систему, он пришел к выводу, что шкалу оценки сохранности монет можно увеличить в 10 раз. К его сожалению, его научная работа в области теории темперамента была лишь принята частично в научном сообществе. Именно по этой причине, вероятнее всего, Шелдон продолжил свои исследования в области оценки состояния монет. В 1958 году совместно с Пенни Уимзей он внес дополнение в свою работу по ранним американским центам, и их совместная работа была полной и исчерпывающей на то время. Шкала Шелдона постепенно обрела популярность не только в США, но и в Канаде. В его шкалу иногда вносили изменения и дополнения. Его работа совместно с другими авторами выходила в 1965, 1976 и даже после смерти Шелдона в 1990 году. Когда же все-таки впервые начали использовать шкалу Шелдона? Американская нумизматическая ассоциация, основанная в 1891, впервые осознала важность классификации монет и создала компанию Ennex в 1972, целью которой было определение подлинности монеты и выдача сертификатов с фотографией, поскольку в те годы необходимо было удержать рост поддельных монет. И первая попытка внедрения шкалы Шелдона была сделана в 1979 году этой же компанией Ennex, уже после смерти Шелдона. Именно компания Ennex была самой первой грейдинговой компанией, которая начала выдавать сертификаты подлинности и классифицировать монету по 70-балльной шкале для своих клиентов. Уже через 10 лет в 1989 компания начала выпускать монеты в слабых, хотя она не была первой в этом смысле. Первая заслабированная монета в мире выпустила компания PCGC в 1986, и кстати в следующем, в 1987 компания Ennex выпустила свою первую заслабированную монету. Если проанализировать хронологию событий, можно смело утверждать, шкала Шелдона была признана после смерти самого автора. Уильям Херберт Шелдон скончался в 1977 году, похоронен в своем городке, где и родился. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...